Всем привет! Многие из вас сталкивались с такой проблемой, как боковой порез колеса. Обычно приезжая на шинмонтаж, шинмонтажники нам рекомендуют завулканизировать боковой порез. Либо поставить большую латку с внутренней стороны, либо вообще перед вулканизацией даже прошить капроновой ниткой прям по крышку, а потом вулканизировать. Я же вам скажу так, этого делать нельзя, если у вас боковой порез больше 10 мм. Когда у вас есть боковой порез, он нарушает внутри текстильный корт. При этом колесо не выдувается только по одной причине. Боковые нитки, которые находятся рядом с порезом, они принимают на себя усиленную нагрузку. И когда вы завулканизируете, через некоторое время происходит выдувание колеса. Это неизбежно, потому что эти нитки все равно вытягиваются и потом разрываются. Они принимают уже нагрузку не ту, на которую они рассчитаны. Всевозможное прошивание колеса перед вулканизацией, они эффекта не дают, потому что нитки уже нарушены, а вы за резину цепляетесь. То есть это делают люди, которые не владеют вопросом или делают заведомо гадость, которую делать нельзя. Если у вас такое произошло, что вы получили боковой порез, который больше 10 мм, завулканизировать его, конечно, можно или заклеить. Но это колесо использовать в качестве основного нельзя, потому что оно может в любой момент привести к выдуванию или к худшим последствиям. Бывает даже и разрывает. Поэтому, если вы уже завулканизировали, ставьте колесо это на запаску. Еще одна проблема вулканизации бокового пореза, это нарушение качества самой резины там, где вулканизация происходит. Если кому понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok